Карабах превращается для России во второй Афганистан? Пару дней назад российские миротворцы бодро отрапортовали о том, что в Карабах вернулись 42 тысячи армянских беженцев, и теперь численность армянского населения Карабаха приближается к 75 тысячам человек. Кремль видит их, если верить его официальным заявлениям, потенциальными гражданами Азербайджана, бремя содержания которых ляжет на плечи официального Баку. Но в реальности картина выглядит не так оптимистично для России и ее политического руководства. Об этом Ахарас сказал российский политолог, военный эксперт Олег Кузнецов. «Я лично побывал в Азербайджане с 18 ноября по 23 декабря, выезжал в Карабах, а поэтому могу говорить о ситуации как очевидится свидетель. Вся социально-экономическая и бытовая инфраструктура, так называемой зоны безопасности, то есть оккупированных районов, вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской. СССР целенаправленно стерта с лица земли, города Агдам и Физули, и все окружающие их села были не просто взорваны, а разобраны по кирпичикам или строительным блокам, оконным блокам, дверям, подоконникам, трубам, смесителям и водогреем, которые были проданы в соседний Иран. Строительный бум в северном Иране, который весь мир наблюдал последнюю четверть века, был основан на азербайджанских строительных материалах, получаемых от разрушения азербайджанских городов и сел Карабаха. Армяне не просто изгнали миллион азербайджанцев из мест своего традиционного проживания, но и постарались превратить территории их проживания в пустыню, чтобы они никогда не смогли вернуться назад, отметил собеседник сайта. Он выразил уверенность, что в Кремле не могут не знать об этом, так как две тысячи российских миротворцев и полторы тысячи сотрудников российского МЧС также являются свидетелями и очевидцами такой картины, не сообщить о которой вверх по инстанции они просто не могут. И как после всего этого в Кремле предполагают перспективу бесконфликтного и мирного сосуществования азербайджанцев и армян в Карабахе, когда последние показали себя откровенными варварами, вопрошает эксперт. По словам Кузнецова, официальный Баку явно не торопится с тем, чтобы признавать карабахских армян репатриантами, чтобы взять на себя заботу об их физическом и политическом существовании, поскольку как минимум половина нынешних карабахских армян – это люди, воевавшие с оружием в руках против Азербайджана, которые с точки зрения законодательства этой страны являются преступниками. Они же целенаправленно и методично разрушали оставленные азербайджанским населением дома, ломая их на кирпич и продавая его в Иран, то есть занимались умышленным уничтожением чужого имущества. Побывав лично в Карабахе, я более чем уверен, что там сейчас нет ни одного армянина, не совершившего против Азербайджана какого-либо преступления, насильственного против личности, военного или экономического. Поэтому я прекрасно понимаю, что официальный Баку не намерен объявить всех карабахских армян скопом своими гражданами, особенно тех, кого возвратили или завезли в Карабах российские миротворцы. Чтобы стать гражданами Азербайджана, они должны пройти комплекс проверочно-фильтрационных мероприятий, отказаться от иностранного гражданства, армянского, российского, украинского и прочее, вспомнить или выучить государственный язык. Этот процесс растянется не на месяцы, а на годы и даже десятилетия, реинтеграция карабахских армян в азербайджанское общество будет индивидуальной, долгой и пристрастной. И все это время их кто-то должен будет содержать, так как собственных источников для поддержания физического существования региона у Карабаха просто нет. Азербайджан брать на себя это время явно не торопится, и правильно делает, Армения объявила карабахских армян предателями и пораженцами. Ее экономический потенциал оказался неспособным принять 50 тысяч беженцев из Карабаха, которых гонят назад, и армянские власти вместе с ереванскими общественниками при поддержке российских миротворцев. В результате Карабах лег экономическим ярмом на шею России, констатировал эксперт. Российский политолог напомнил, что президент Путин месяц назад на виртуальном саммите глав стран ОДКБ попытался разделить это бремя с союзниками, призвав их вложиться в восстановление Карабаха для армян. Но те вежливо промолчали, тем самым дав громко понять, что поддерживать остатки охраняемого сейчас российскими миротворцами сепаратистского карабахского режима не намерены, и не будут и он будет дорогостоящей игрушкой единственно Кремля, который в одиночестве за счет бюджета России будет кормить, холить или леять карабахских армян. Увеличение численности армян в Карабахе означает пропорциональное увеличение расходов России на их содержание. Если в Сирии, Донецке и Луганске сохранилась экономическая инфраструктура, местные олигархи никуда не делись, их предприятия работают, а серая экономическая зона превратила эти регионы под контролем России в мировые центры производства контрабанды, то всего этого в Карабахе нет. Он не является самодостаточным в экономическом отношении регионам, а поэтому он не может быть дотационным и будет только паразитарным. Россия уже сейчас кормит 70 тысяч карабахских армян по линии оказания гуманитарной помощи МЧС, выдавая им на каждого 5-килограммовые продуктовые наборы на неделю или 20 килограммов продуктов в месяц. Российские пенсионеры такой поддержки от своего государства не получают. Если провести несложные арифметические расчеты, то ежемесячно, включая потребности миротворцев и группировки сотрудников МЧС России, в Карабах направляется 2000 тонн только продовольствия, не говоря уже о строительных материалах, топливе и оборудовании. Ни Сирия, ни Донецк и Луганск, как думали очень многие, а именно Карабах постепенно превращается для России во второй Афганистан, место, где бесследно и без всякой надежды на компенсацию в будущем, исчезают ресурсы, гибнут люди и техника, при этом ситуация в принципе не может измениться к лучшему. Кремлю давно пора понять, что не он, а Азербайджан будет в будущем определять статус Карабаха, а поэтому глупо и неэффективно играться с остатками сепаратистского режима, которые все равно рано или поздно придется сдать на милость официальному Баку. И чем раньше это поймет политическое руководство России, тем меньше экономический вред причинит собственной стране, считает Кузнецов.